Также фильмы Владимира Мойкова переведены на английский язык, и тот посыл, месседж, манифест, который Владимир проводит, он также расширяет в таком глобальном плане, в глобальном масштабе. Я рад иметь такую возможность поделиться с нашей аудиторией вашей новой программой «Обновленный путь творца», которая стартует через неделю небольшим, и в рамках сегодняшнего эфира мы с Владимиром поговорим о творчестве в широком смысле, и я хочу попросить, чтобы вы поделились основными центральными идеями, которыми пронизан курс. Мы немножко бы прошлись вот по программе курса, и таким образом попробовали бы раскрыться, прикоснуться с тем, что такое творчество в самом глубинном смысле. Здравствуйте, дорогие участники нашего эфира. Приветствую, Антон. Спасибо за организацию этого события. И, конечно же, громадная благодарность от меня лично и от, я думаю, всего интегрального, транспарсонального, духовного движения и российского, и международного за твое невероятное дело, которое ты делаешь. Мы помогаем, конечно, тебе, но ты, главное, движешься. Сила трех фестивалей – эволюция. И это и есть, мне кажется, живое воплощение пути творца и творческой эволюции, то есть нераздельности развития и вообще всех наших эволюционных движений, практик, усилий. И поэтому неудивительно, что столь значительную часть в программе фестиваля занимает, ну, на общепринятом языке такие художественные, мастер-классы, концерты, разговоры с художниками, потому что творчество не только неразрывно, неотрывно от эволюции, то есть это, как Бергсон сказал, две стороны одной монеты, но творчество и в широком смысле вот тот путь творчества, который у нас ассоциируется с искусством, то есть художественное творчество. Это, я считаю, что это самая совершенная эволюционная практика. Вот к чему я пришел. То есть мы можем заниматься йогой, медитацией, молитвами, духовными всевозможными практиками и путями. Мы можем иметь колоссальные, невероятные профессиональные достижения, реализоваться как крутой бизнесмен, который в сообществе с другими осознанными бизнесменами помогает развитию человечества, не просто зарабатывает деньги. Мы можем быть новаторами в педагогике, то есть используя все древние знания и современные открытия, помогать развиваться всем людям, создавая творческую среду и помогая осваивать, развиваться. У нас может быть невероятные инструменты коучинга, развития организации, бизнеса. Я уж не говорю о многообразных профессиональных сферах, где мы можем развиваться. Но из всех этих направлений развития, из всех инструментов эволюции, даже духовных, я считаю, что искусство не только самое демократичное, то есть оно доступно, открыто, и оно близко всем нам, но это также и самое мощное, самое быстрое эволюционное практика. По одной простой причине. Только на языке искусства мы можем выразить себя и мир максимально полно. Ни на одном другом языке, на языке логики, на языке науки, на языке духовных традиций, на языке любой профессиональной области мы не можем выразить всю полноту жизни, все богатство переживаний, все содержание мы не можем передать другим людям. А вот языки искусства это позволяют. Ну, тем более наиболее синкретичные языки, такие как кино и театр. Они в этом смысле вбирают в себя все другие направления искусства. И искусство, связанное с органами слуха, с органами зрения, с органами осязания, обоняния. Ну, проекты 5D-фильмов, например, да, где там мы испытываем, сидя в кресле, там землетрясение чувствуем, и бег динозавров поблизости. То есть искусство помогает нам пережить в полноте реальность жизни других людей, их открытие. И в этом, я считаю, высшая миссия искусства. И мы не поймем, что такое искусство, конечно, если у нас нет понимания того, куда все, зачем все, в чем смысл всего и нашей жизни, каково наше предназначение, какова наша уникальная миссия в этом мире. То есть нужно для того, чтобы освободить из клетки ложных представлений и незнаний свое творческое «я», оно есть абсолютно у всех. Каждый из нас является гениальным творцом, сравнимым по силе, по мощи, по возможностям вот самыми великими мастерами, художниками, учеными, открывателями, пионерами, визионерами мира. То есть каждый из нас. И, несмотря на это, большинство людей живут в иллюзии, что они, ну, обычные люди. Никто. В смысле творческого потенциала и возможности. И это, конечно, ужасная ситуация. Потому что, когда я думаю над тем, какой был бы мир, если бы каждый из нас коснулся своих творческих возможностей, объединился с ними и выражал себя в этом мире, был бы вот этим порталом между реальностью и миром людей, и транслируя, помогая всем другим людям через свою жизнь, которая вот в этом случае стала бы уже потоком творчества, лабораторием творчества. Потому что каждый человек, который проснулся и стал выражать своего творца, свое творческое «я», он создавал бы шедевры каждый день. То есть жизнь стала бы непрестанным творчеством. Вот такой большой красивый сон есть у меня. И он основан и на моем личном опыте, потому что я тоже потихонечку двигался в этом направлении и понял, что я, с одной стороны, абсолютно обычный, нормальный человек, как все, а с другой стороны, вот у меня, как у всех, есть возможности. И я постепенно, постепенно избавлялся от ограничений, от страхов, все больше и больше проявлял и проявляю. И вот мне больше всего на свете хочется поделиться этим своими открытиями со всеми людьми, чтобы все начали верить в себя, в свое творчество и делать из своих жизней великий творческий проект. Конечно, в этом смысле вот эти сравнения великие, гениально, они потеряли бы смысл. Это сейчас у нас есть музеи, в которых хранятся шедевры, с которыми мы можем соприкасаться, которые являются для нас образцами, скажем, художественного творчества. Или есть великие артисты, которые достигли невероятных высот, и через них там льется музыка, или вот такие небыкчайные переживания и чувства мы испытываем через их произведения. Но если каждый человек каждый день будет создавать равновеликие произведения искусства, а это абсолютно возможно, ну, наверное, и роль нынешних музеев изменится. Изменится вообще вся наша жизнь, наши дома, атмосфера, города, потому что, ну, все станет выражением бесконечности, глубины, все будет выражением высшей красоты. Это вот такая немножко образная, чуть-чуть в каше, ну, вот такая вот завязка курса, то есть из чего он возник, из какого желания, из каких открытий. А дальше в курсе, конечно, последовательная работа, шаг за шагом, потому что для того, чтобы открыть, поверить, убедиться, проснуться, преодолеть препятствия и идти по пути Творца, нужно проделать, конечно, немалую работу. Но это абсолютно возможно. — Владимир, да, к программе курса мы еще вернемся. Я хочу попросить ребят, если у вас есть вопросы, здесь у нас отключены комментарии, чтобы у нас было лучше видно. Есть такой кружочек с вопросом, туда можно задать. И у меня вот возникает первый вопрос. Если творчество доступно для всех, то как вот этот вот момент пробуждения и затем выражения, да, если все ли пробуждены, какой здесь путь, как вы видите? Нужно ли сначала пробудиться, чтобы начать творить и выражать? И когда вы говорите, что творчество — это вот, ну, как некое выражение бесконечности, то нужно, наверное, сначала эту бесконечность открыть, себе как-то воспринять. И есть ли разница творчества, которое не из бесконечности происходит? Или оно все из бесконечности? Ну, я говорил вначале о Творце, как выразители бесконечности, о Творце с большой буквы. И вот эта идея, это понимание такое появилось, конечно, не сразу в мировой культуре, а только тогда, когда человечество установило контакт с Творцами, которыми являются высшие существа в нашем мире, боги. То есть вот они творят, они, через них льется божественная весть. И, конечно, если вот исторически самыми первыми Творцами были шаманы, то есть они были проводниками творчества, первооткрывателями мира. И осуществлялось это, конечно, через экстатический опыт, то есть через экстазис, выход из стазиса, из ограниченного привычного восприятия в большой мир, во вселенную духов, где все имеет свою душу, с которой можно общаться. В этом великое открытие и великое значение практики шаманизма. Мир живой, одушевленный, с ним мы можем установить связи, мы можем быть в непосредственном контакте, живом контакте со всем миром, как мы в мире людей в контакте друг с другом. И точно так же мы можем общаться, устанавливать союзы и использовать взаимно ресурсы друг друга для того, чтобы улучшать жизнь, спасаться от опасности, развиваться. И вот за 40 тысяч лет такой интенсивной практики человечество и каждый человек стал совершенным, всеволновым приемником, способным воспринимать все сигналы из мира духов, из Вселенной. А напомню, во Вселенной духов шаманское все имеет свою душу. И камень, и озеро Байкал, и любая река, дерево, листик, любое живое существо, сама Земля, Гималайи, Луна, планеты, Вселенная. Это души, живые души, и с ними можно установить контакт и общаться. И вот после 40 тысяч лет такой жизни в живой Вселенной наступил постепенно новый этап открытия и установления контакта с высшими существами. То есть, которые мы стали называть богами. И человек научился быть проводниками энергии, знаний, творческой силы высших существ в человеческий мир. И в языческом период творчество понималось прежде всего как вот такое проводничество, как посредничество между высшим миром и миром людей. Мы открывались творчеству и были проводниками воли, посланий, новаторства богов. Все создавалось с помощью богов и через богов. А затем наступил следующий фундаментальный решающий этап человеческой эволюции. Это первое тысячелетие до нашей эры, связанное с великими открытиями мировых религий о том, что каждый из нас имеет в себе бесконечную Вселенную, божественное Я. То есть, каждый из нас, будучи на материальном уровне человеком, как и все живые существа, обладающим ограниченным, конечным человеческим телом, живущим в материальной среде, на планете Земля, подверженным действию гравитации и всех земных ограничений, тем не менее, обладает внутреннее бесконечное семя, духа, божественное. И мы можем открыть и реализовать. То есть, быть в контакте с этой бесконечностью, сами стать богами. Вот этот великий проект Homo Deus, то есть, божественный проект, или в более широком смысле, если брать все мировые религии, то есть, это открытие Абсолюта в каждом человеке. Абсолют понимался в мировых религиях и в языческих традициях не только как Абсолют Божественный, но полное название курса Путь Творца, как открыть и выразить свою глубину. И мы видим две аспекти творческого пути. То есть, один связан с открытием, с наполнением знаний, а другой связан с выражением. Вот эти два аспекта очень важных пути Творца. Открытие и выражение. И они нераздельны. И вот такой метафорой этого творческого акта является процесс дыхания. То есть, дыхание – это нераздельный, внутренне присущий нам жизненный атом любого творческого акта. И само слово, обозначающее творческий процесс, оно тоже связано с дыханием. Я напомню вам это слово «вдохновение». То есть, мы вдыхаем, вдыхаем мир, впечатление, запросы, новое, и навеиваем, наполняемся этим. а затем мы выдыхаем себя. Мы делимся этим с людьми, с миром, вселенной. Поэтому процесс вдохновения и выдоха, выражения, он как раз является и конкретным воплощением творческого акта, и является, ну, своего рода атомом творчества. И неудивительно, что внимательность к процессу дыхания, внимательность лежит в основе базовых медитаций во всех традициях. То есть, медитация связана с дыханием. Это связано не только с тем, что дыхание является процессом творчества и выражения, но также в широком смысле. Наше развитие это наше дыхание миром и наша отдача миру. То есть, мы как снежный ком, который скатывается с горы и наматывает на себя слои снега, так и мы наматываем на себя все впечатления жизни, пропитываемся ими, упаковываем их. То есть, это вот такой нераздельный творческий акт взаимодействие нас с миром. И в дыхании присутствуют еще два очень важных момента. То есть, первое, то, что вы слышите сейчас, это мой выдох. Это процесс дыхания, модулированный артикуляционным аппаратом, связки, они вибрируют, но на сущностном уровне это мой выдох. То есть, я выдыхаю себя и выдох людей становится их речью, высокодифференцированным посланием, то есть, не только словами, логикой, но и эмоциями, но и музыкой, когда это певческая речь, но и вибрациями, но и передаваемым пространством, которое в такой вот сложно организованной артистической речи выражается. То есть, мы выражаем себя с помощью дыхания. И поскольку наше дыхание связано с выражением себя, то есть, с внутренним пространством, через речь мы выражаем себя, то вот здесь и осуществляется связь дыхания и сознания. И вот почему внимание к дыханию дает ключ к нашей энергии, потому что дыхание это функция энергии, с помощью дыхания заряжается митохондрия, от которых работает вообще вся жизнь всех живых существ. И внимание к этому механизму, к вниманию к речи, это одновременно контакт с вот самой энергетикой, самой спонтанностью, с самим мгновением творческого акта. И это, скажу так же, это один из важнейших ключей к импровизации, которая является сутью любого творческого акта. Потому что когда мы творим, мы всегда творим из ничего, мы творим новое, мы являемся проводниками, мы открываем и выражаем себя, мы создаем новую реальность. Вот такие многослойные вещи. Энергия с помощью дыхания заряжается митохондрия, от которых работает вообще вся жизнь. проходим по основным вехам, по основным идеям, которые содержатся в курсе и параллельно пробуем развернуть такую широкую картину творчества, говорим о том, какие препятствия могут быть на пути творчества, как их преодолевать, как становиться творцом собственной жизни и творцом не только с маленькой буквы, а и творцом с большой буквы. Я так вкратце фуммирую то, о чем мы уже успели поговорить. То есть творец с большой буквы это выразитель бесконечности, выразитель большого пространства. В предыдущем кусочке Владимир рассказывал про вдохновение, про вот этот инструмент, что мы вдыхаем, напитываемся какими-то инсайтами, идеями из мира, и затем наша задача на выдохе выразить этот мир, дать этому жизнь и стать этому проводником. Владимир Владимир поправьте, если я где-то остался. Все идеально точно, спасибо, спасибо, Антон. Будем двигаться дальше. Двигаемся дальше, да. И естественно, что мы на пути уже гомодеус, Бога, человека, мы стали выразителями этого божественного я в себе, то есть этого духа, этого дао, этой бесконечного танца шивы, если брать индуистское представление об абсолюте, и воплощать собою космическую игру в бесчисленных творениях. И, конечно же, мы, если мы идем по пути абсолюта, открытого Буддой, то это шуньята и присутствие в этой шуньете и выражение этой шуньеты в бесконечном богатстве, в бесконечном движении проявлений творческого акта, нераздельность вот этой абсолютной несубстанциональности, бесконечной потенциальности, которую, ну, упрощенно называют пустотой открытой Буддой. Вот этот абсолют, который мы тоже открываем в себе. То есть мы видим вот четыре фундаментальных проекта творческих путей, связанных с четырьмя классами мировых религий. Они, конечно, взаимопересекаются, потому что на вершине горы это абсолют, который за пределами любых различий, любых каких-то конкретных ограничений, но для полноты человеческих путей необходимо было да вот открыть эти четыре фундаментальные главные пути и четыре культурно-цивилизационных проектов. Поэтому столь колоссальное многообразие творчества, проявлений, творческих путей. Мы говорим о Востоке, мы говорим о Западе, мы говорим о, скажем, Китае, другая большая, мы говорим об Индии, вот фундаментальные как бы творческие континенты. И, конечно же, мы говорим о творчестве, связанной с монотеистическими религиями, то есть иудаизм, христианство и ислам. И каждый, кто посещает большие мировые музеи, первым делом вот я помню свои последние походы там в Лувр, в Британский музей, в Пушкинский музей, в Русский музей, то есть наверное 80% всех произведений связаны с Библией. Ну и самое наибольшее количество Евангелий, с христианскими сюжетами, связанными как раз с жизнью Иисуса. И наверное это не случайно, потому что жизнь истинного христианина это подражание Христу, это доскональное знание всех мучений, всех сомнений, всех откровений, открытий, прозрений Христа в его земной жизни. Это образец Бога в человеческом теле для каждого из нас. Это путеводная нить. Поэтому конечно же неудивительно, что искусство, любое искусство, индийское искусство, китайское искусство, искусство, если посмотреть другие регионы Юго-Восточной Азии, Гималаев, Тибета, буддийское искусство, Хинаяна, Махаяна, Ваджраяна, оно теснейшим образом связано с мировыми религиями, с высшими образцами. То есть искусство является инструментом выражения в том числе и высших духовных истин и способствует постижению высших духовных откровений. Именно поэтому я думаю, что многие великие художники были одновременно великими духовными мастерами, то есть людьми, которые открыли высочайшие вершины духовных путей и воплощали и показывали эти пути. Возьмите пример итальянского возрождения Микеланджело, его сикстинской капеллы, жизни и открытия Леонардо во всех аспектах или возьмите творчество великого Исихаста Андрея Рублева. Это величайшие мастера и вне духовных аспектов жизни творчество тоже немыслимо, потому что высший творец, будь это Дао, будь это триединый Бог, будь это Аллах, будь это Яхве, будь это Шива, он является образцом творчества на неограниченном абсолютном уровне для всех людей. И мы можем следовать этому пути, потому что мы тоже внутренне присущи, потому что в нас есть семя духа и в нас есть аспект этого абсолюта, такой же, как в высших творцах. И поэтому столь важно, каждый из нас, конечно, живет в мире творчества. Творчество имеет много уровней и оно внутренне присущее жизни всех людей. И неудивительно, что вот другой аспект творчества, который называется игрой, игривостью, занимает столь важное место и в нашей жизни, начиная с самого раннего детства, и в творчестве ряда великих художников и мыслителей, таких, как Вадим Демчок, например, мир игры и игровая вселенная. Каждый человек проводник даймона, то есть высшего творческого, творческой силы вселенной, открытого древними греками и развитого дальше в человеческой культуре. И в то же время каждый из нас играет с детства. Ребенка хлебом не корми, а поиграй с ним, потому что мы homo ludens, как описал нас Йозеф Хейзинге, великий мыслитель, потому что человек играющий и в игре всё создаётся. В игре в игривости и в творчестве. И дети творят, потому что это самый быстрый способ развития через игру, потому что в игре мы живём на всю катушку без ограничений. Мы выходим за пределы структур, правил, привычек. Мы выплёскиваемся в новую вселенную и обмениваемся друг с другом этими открытиями и этой полноценной жизнью. Поэтому, конечно, через игру быстрее всё развивается. И там, где больше всего игры, там больше всего возможностей для творчества. И недаром поэтому мы так любим играть друг с другом, заигрывать, шутить, смеяться, разыгрывать, веселить, подначивать, очаровывать и вообще во всех игровых вселенных проявлять свою творческую сущность и делиться ею. Поэтому, подвожа немножко итог, важнейший для каждого из нас является для того, чтобы полностью раскрыть своего творца, начать такую полноценную творческую жизнь, это избавиться от ограничений привычных, наиболее широко построенных, что я никто, что я заурядный обычный человек, что я могу только повторять, что мне это не дано. Вспомните себя в детстве. Каждый из нас в детстве, когда мы еще не загружены этими взрослыми программами, удивительный творец, мастер, первооткрыватель, который заново создает все каждый миг. И вспомните, какой длинный день у каждого из нас в детстве, и сколько невероятных открытий мы получаем каждый день, сколько мы создаем, сколько раз мы пытаемся, творим, разрушаем, делаем снова, и не останавливаемся, и не устаем. И постепенно, постепенно мы вымаштровываемся, загоняемся в колею всеми механизмами власти, нормализации, постепенного управления. Мы становимся взрослыми. Мы сдаем экзамен на взрослость, это означает, что мы теряем детство, с его жаждой творчества, созидания, обновления, смелости, поиска. Мы вступаем в колею, и вот здесь единственная возможность это открыть свою глубину, творческое я. И путей для этого много. Как показано в моем первом фильме «Танец бесконечности», пути к бесконечности неисповедимы, как и пути Господни. И способов выражения бесконечности тоже бесконечное количество. Не только вот 34 героя моего фильма, воплощающие различные аспекты мастерства и различные пути проявления мастерства. Ограничить бесконечность каким бы то ни было конечным набором, это значит сделать это ее не бесконечной. поэтому мы можем открыть свое творческое я в любой миг жизни. На самом деле прямо сейчас, если мы имеем вот такую хорошую карму, если мы имеем распахнутый взгляд, мы можем прямо сейчас уловить этот миг, который всегда. И на острие этого мига нестись дальше. нестись 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 не сдаваясь и никуда не спускаясь. Мы живем в переживании этого вечного сейчас, вечного творческого мгновения. Это тяжело бывает, потому что есть колоссальные привычки, колоссальная инерция, колоссальные неудачные попытки, ну как будто бы черти грешников крюками с лестницы ведущей к небу Богу постоянно стаскивает, так и мы сами ограничиваем себя и наступаем на горло собственной песни. Но мы можем открыть... Как раз у нас было тут два вопроса про то, как быстро войти в состояние творца, и второй вопрос был про то, что творчество, по идее, для творчества нужна энергия, но в то же время, может быть, и само творчество становится источником энергии. Безусловно, абсолютно правильные вопросы. Ребята, вы можете, нажимая на вопросик, задавать вопросы. У нас комментарии такие общие пока отключены, в конце их включен, чтобы у нас было лучше видно, но есть кружок с вопросом, наши вопросы очень интересные. Да, вот ребята вопросами и ты комментариями практически уже ответили, но я неявно тоже стал на это отвечать, потому что действительно мы можем открыть свое творческое я, свою истинную истинность и в духовных традициях, то есть и каждый реализованный мастер великой духовной традиции, очень важная традиция, то есть вот история, преемственность, это гарантия того, что мастер реальный, а не фейковый и с помощью мастера мы можем открыть свою истинную природу, кто мы есть такие на самом деле и обрести вот этот бесконечный взгляд, ну как в бараке, например, фильм барака, кстати, может быть вот таким входом в мир творчества Рона Фрикка, помните первые кадры, полеты над Гималаями, утро в Непале, ступы Будды, всевозможного рода паломники, и обезьянки в Японии, да, вот в этом теплом озере смотрят на нас глазами тоже просветленных существ, вот этот ничем не ограниченный спокойный взгляд, в котором нету какой-то конкретной точки отчета, в котором есть все, и вот этот взгляд, бесконечный взгляд, наверное, это и есть главное в фильме барака, через череду кадров, через показы ужасного, прекрасного, духовного, дьявольского, в этом фильме мы обретаем взгляд бесконечности, вот это присутствие, это есть послание, и я помню первое впечатление от фильма барака Ронафрика, ну и его последующих работ, фильм Сансара, например, там, да, то есть это состояние вот такого присутствия, то есть какие-то великие произведения искусства, источником которых является творец с большой буквы, создатель, который творит собственного горя через конкретные материальные проявления, и вот второй аспект творчества, проявления, выражения, он еще в большей степени связан с энергией и управлением энергией, чем первый аспект творчества, который все-таки в большей степени связан с открытием истинного я и жаждой стать реальным, а вот второй аспект творчества выражения натыкается на необходимость овладения инструментами, которыми является наше тело, да, потому что все, что создано в нашем мире, все дома, все произведения искусства, все книги, они написаны этим телом, создано все этими руками человека, но, конечно же, наше тело является инструментом нашего сознания и нашего духа, очень важно это понимать, но без управления, совершенного управления, мастерского управления, энергиями пальцев, энергии связок, я не могу быть великим вокалистом, я не могу быть великим пианистом или гитаристом или великим актером, потому что тело мое не стало совершенным инструментом духа, и здесь, поскольку это материальное измерение, и в материальном измерении есть свои ограничения, свои законы, многоуровневые физиологические, материальные системы, то, конечно же, для того, чтобы все это дело разблокировать и сделать совершенным инструментом выражения, требуется практика такой хорошей йоги, в широком смысле, артистической йоги, жизненной йоги, как инструмент управления энергией, классические йоги это вот первые шаги, которые дают нам базовые строительные блоки, подключают нас к энергии, помогают дальше уже стать мастерами выражения этой энергии, очень важно... Владимир, вы, наверное, тут подтвердите то, что творцы, которые, большой бога, которые творят на всю катушку с утра до ночи, просыпаются с мыслью о том, чтобы что-то творить, они испытывают колоссальную нагрузку физическую, эмоциональную, психическую, просто чтобы это воплощать, ну, нужно вот это... Ну, конечно, конечно, нужно быть мудрым человеком и, ну, вот как говорил Фридрих Ницше в Заратустре, нам нужно великое здоровье для того, чтобы стать совершенными выразителями великого духа или чтобы осуществить великие цели. Да, то есть каждому из нас, конечно же, нужно великое здоровье в этом плане. То есть нужно быть мудрыми людьми, я не говорю там о правильном питании, правильном обмене веществ. Самое главное это для того, чтобы через нашу жизнь, через наше тело проходила высокого, высочайшего уровня управляемая творческая энергия. И чтобы мы были хозяевами этой энергии, мастерами этой энергии. А это достигается тренировкой, тренировкой, тренировкой. Каждый день мы должны тренироваться. Начиная с раннего утра и вообще ночь в идеале тоже это практика йоги-сновидений, в которой мы можем совершенствоваться, управлять. И поэтому, если в нашей жизни нету набора, джальтменского набора дыхательных упражнений, упражнений для тела, прогулок, йоги, каких-то медитаций, упражнений для голоса, если мы художники или рисуем что-то, если мы каждый день не тренируемся здесь, об этом великолепно говорил вот в недавно только что вышедшем выпуске «Пути сердца» Олег Королев, наш великий художник, визионер, Костя Илу, только что сделали новый выпуск «Пути сердца» и Олег великолепно раскрывает с помощью Кости Илу свою творческую вселенную. Мы видим, сколько много труда. Недаром говорят, да, вот об этих десяти тысячах часов труда, которые необходимо вложить в любой проект для того, чтобы, в среднем, для того, чтобы... И на что тратятся эти десять тысяч часов? На то, чтобы стать совершенным инструментом духа. Но здесь есть одна подсказка очень важная, которую я впервые очень четко узнал от Кена Вилбера и команды учителей на тренинге по интегральным практикам жизни, где я был в начале двухтысячных годов. И вот я узнал, что номер один фактор, например, развития физических способностей, развития тела, это присутствие в упражнениях, в поднятии гантелях, там, в силовых любых упражнениях. И вот это присутствие номер один фактор для более быстрого развития. Это главный катализатор в медитации, в йоге. То есть, можно повторять какие-то упражнения асаны по 20-30 раз, но если ты делаешь это с максимальным присутствием, то точно такого же эффекта можно за несколько раз добиться или даже большего эффекта, потому что именно присутствие дает нам ключ к управлению энергией. Именно присутствие освобождает нас от ограниченных шаблонов работы с энергией, потому что в присутствии уже не я, не моя личность, не роль и даже не свидетель. Это сами очи мира, сама барака вот этого фильма Рона Фрике все вбирает в себя, присутствует в этом. И основа присутствия это, конечно, наша истинная природа, наша бесконечность. Вот почему так важно открыть вот этот финальный, окончательный источник нашего пути творца, нашего творческого познакомиться с бесконечностью и знакомство с ней возможно в человеческом пути любви, сердце, педагогике, любой профессии. Если мы живем на всю катушку, если мы не ограничиваем себя, если у нас есть великие цели, мы неизбежно встретимся с бесконечностью, потому что она является источником всех неограниченных ресурсов, проявлений, возможностей и так далее. И вот это первое, что чрезвычайно важно. А дальше нам нужно тренировать себя. И главный тренинг себя и главный инструмент этого тренинга это красота. Вот почему Достоевский говорил красота спасет мир. И вот почему мы говорим, что красота в глазах смотрящего. Потому что источником красоты в нашем восприятии мира является бесконечность. бесконечный спектр проявлений. То есть истия, когда мы говорим что-то «К Боже мой, как красиво!» смотря на произведение слушая песню, в этот момент мы воссоединяемся с сознанием Творца, с истоком произведения, с бесконечностью, чувствуем его в себе. В этот момент пробуждается контакт с нашей бесконечностью. Поэтому просто внимательное слушание великих произведений, соприкосновением с творческими людьми, спектаклями, кинофильмами – это уже великолепная и очень важная творческая работа по раскрытию своего творческого измерения, бесконечного измерения. и очень важно здесь понимать, что истинный смысл развития я, развития внутреннего мира состоит в том, чтобы бесконечно различать. Когда мы развиваемся в любом направлении, например, эмоциональный интеллект наш развивается, то есть там, где мы раньше видели только либо черное, либо белое, любит, либо ненавидит, мы начинаем видеть 50 оттенков любви, миллион оттенков любви, бесконечное количество проявлений любви. Каждое существо испытывает свою особенную любовь ко всем другим бесконечным количеству существ в этом мире. То есть мы различаем. И истинный смысл просветления это и есть как раз бесконечность. Вот известный дзенский каан до просветления «Ношу воду, пилю дрова после просветления, ношу воду, пилю дрова» говорит о том, что с внешней точки зрения ничего не меняется, но с внутренней точки зрения, там, где я раньше видел только 10 оттенков или 1000 оттенков, теперь в силу того, что я в контакте со своей бесконечностью, «А мир, который я вижу, есть не что иное, как проявление меня самого, я вижу ничем не ограниченное количество проявлений по любому измерению, по всем шкалам». То есть мир для меня бесконечный, люди бесконечные. Я вижу их как богов, богинь высших абсолютных проявлений. И там, где раньше было только какое-то ограниченное количество вариантов решения проблем, я вижу бесконечное количество вариантов. Всегда могу найти компромиссное, оптимальное для всех конфигурацию дел, событий, решение всевозможных проблем, но это внутреннее состояние, связанное с тем, что я в контакте с этим миром. И катализируется, ускоряется, развивается мое внутреннее развитие, и мой контакт с моим творцом, то есть с моей сущностью, он ускоряется через практики развлечения. То есть, на простом языке, через красоту, через контакт с творцами, с великими произведениями искусства и с бесконечным разнообразием всего и вся. Это первое важнейшее измерение пути творца. А второе измерение пути творца я называю «Странствия по душам». Очень важный тоже момент, который для меня предельно ярко был выражен русским философом Львом Шестовым. У него есть произведение «Странствия по душам», в котором он описывает мир Достоевского, мир Ницше, мир Толстого, мир Киркегора. И вообще все его философское творчество – это «Странствия по душам». И вот я использую эту метафору, которую он прекрасно раскрыл в своем творчестве, как метафору художественного творчества вообще. То есть художник выражает вселенную душ. Вот эта древнейшая шаманская практика контакта с душами всего и выражения этого, перепроживания и делания этого доступным другим людям. Когда мы смотрим спектакль, слушаем оперу или идем в кино, мы проживаем эту вселенную истранствием, по этим душам, мы отождествляемся с пространствами, с героями, с сюжетами. И мы постигаем реальность через это. И поэтому другие люди – это прежде всего другие люди. И вообще вся вселенная, не даром буддизме, путь бодхисаттвы описывается формулой или слоганом «Да будет благо всем живым существам, а не только людям». То есть в буддизме все включены в путь помощи и поддержки. И контакт со всеми душами – это важнейшая часть творческого процесса, потому что каждый творец имеет в качестве адресатов совместной творческой эволюции всех других творцов – и реализованных, и нереализованных, и детей, и непроснувшихся. То есть мы ко всем обращаемся и пробуждаем всех. И мы в свою очередь тоже вбираем в себя произведения всех других людей, которые можем вобрать в себя. И поэтому отношения с другими людьми, с каждым человеком – это другая важнейшая часть пути творца. То есть первая часть – это контакт с собою, честность с собою, игривость с собою, и бесконечное развлечение, то есть различать-различать. Это есть развитие внутренней вселенной. А сотворчество, совместное творчество, ускорение, взаимной эволюции. Это связано с тем, что мы максимально способны становимся передавать свою жизнь. И на атомарном уровне это контакт с любым другим человеком. И он складывается из восприятия другого человека, во-первых, как бесконечности, во-вторых, полной открытости к другому человеку, контакта на всех уровнях и объединения на всех уровнях. И вот тогда мы можем полноценно обмениваться своими жизнями, своими творческими вселенными и мгновения, в момент общения и через произведения отсрочно, выражая себя и тем самым способствуя более, намного более интенсивной творческой эволюции каждого человека и человечества. вот почему это измерение чрезвычайно важно. Владимир, спасибо. Возвращаясь к тому, что творец в каждом из нас и помимо того, что можно присоединиться к вашему курсу, в чем ответственность творца? Как вы это? Ответственность быть творцом или не быть? Как вы считаете? Ну, каждый человек, хочет он этого или не хочет, он творец. Другое дело, что наша жизнь коротка и мы можем не развернуть вот в полной мере, мы можем не прожить ее на всю катушку. И мне кажется, что гораздо интереснее все делать по-настоящему. И ответственность тогда творца состоит в том, что наши произведения, которыми мы делимся людям, выражают реальность прежде всего. Мы связаны друг с другом с заботой, поддержкой в направлении совместному развитию и совместной эволюции. Это вот совместная забота прежде всего о совместном ничем неограниченном развитии. Это есть основа эволюционной этики. И основа этики вообще, потому что такая общеизвестная человеческая этика «делай другим то, что ты хотел, чтобы другие золотой правил нравственность, чтобы другие делали для тебя». Или системная этика забота о больших группах, о нации, о человечестве, то есть избавлении от национального эгоизма, о всех живых существах, избавлении от общечеловеческого эгоизма, о Вселенной, то есть забота не только о солнечной системе, но и о галактике, и о всей Вселенной, по мере возможностей, вполне возможно, не исключено, что мы будем исполнять, да, и вот эти, и эти измерения этической жизни будут важны для нас, то есть мы продолжаем дело эволюции, мы являемся проводниками реальности, и с этим связано, ну, а на относительном уровне, конечно, возможны, ну, различные и для кого-то неприемлемые или шокирующие выражения искусства, потому что прекрасное неотделимо от безобразного, недаром Умберто Эко, великий мыслитель и прозорливый человек в отношении сущности искусства, написал две свои главные книги на эту тему, история красоты, первая книга, вторая книга, история безобразного, одно неотделимо от другого. Точно такой большой классный ответ, я, если позволите, так сфокусирую вопрос, который не волнует ответственность творца перед самим творческим потоком, не в том, что именно я выражаю, вообще выражаю ли я его, или я просто вдохнул, а не выдыхаю. Вот это первое главное препятствие, о котором вы говорили в первой части нашей встречи, не веря в то, что я что-то могу, что я чего-то стою, что моя мысль, моя идея, которая мне пришла к нему, это одно из препятствий, которые есть на пути творчества, на пути творца, но есть и другие препятствия, то есть в более широком смысле вот это препятствие, о котором ты сказал, оно относится вот к колее, к нашей привычке, к страху не быть как все, то есть мы шагаем в ногу и вот в этом беличьем колесе жизни вертимся, и мы боимся высунуться. И это глубокий страх, который во всех нас впечатан и который постоянно поддерживается через все каналы власти, нормирование массовой культуры, чтобы все были как все. Но есть два других фундаментальных врага любого творца, не одержав победу над которыми мы тоже не сможем до конца реализовать свою творческую суть. И эти два врага это смерть, то есть это финальная конечность, финальное ограничение, финальный ополный запрет и конец всего. И только по большому счету творчество это есть преодоление смерти. Мы через произведение, мы через жизнь как творчество преодолеваем свою человеческую и физическую конечность. И это возможно только тогда, когда мы постигаем суть смерти и судьбе смерти. И другой, третий такой фундаментальный враг любого творца это безумие. И страх безумия. Недаром этой теме я посвятил в своем курсе довольно значительную часть, почти треть курса об этом, о том, что такое безумие, какова его история, нераздельность безумия и творчества, фундаментальные страхи, связанные с безумием, история безумия, как возникло современное человеческое и я. Как вообще мы могли бы на фундаментальном уровне понять необходимость творчества в нашей жизни, его связь с безумием. И вот через постижение всего этого, через тренировку с необычными состояниями сознания, она необходима, обязательно для каждого творца, мы протаптываем поначалу коммуникативные тропы в безумие обратно, а затем уже безумие становится для нас нормальным привычным состоянием, мы свободно живем в мире безумия, оставаясь нормальными людьми и понимая, что такое нормальность, свободно коммуницируем, мы не боимся безумием, потому что это нераздельная часть нас, как творцов. Вот и постижение этого чрезвычайно важно. Ну а дальше следующие шаги, и в курсе им уделяется тоже большая роль. Это, конечно, такое фундаментальное личное знакомство с алхимическим сосудом творчества, с творческим миром каждого из нас, вот с этим алхимическим магическим театром сознания. Я даю подробную экскурсию в этот мир. Кстати, кроме моих базовых 12 лекций, каждой лекции есть упражнения и домашние задания. Каждой лекции дается рекомендуемая литература, базовая и дополнительная. Каждой лекции я, конечно, рекомендую несколько фильмов. И после каждых двух лекций, в неделю две лекции, у нас вебинар, на котором я отвечаю на все вопросы, мы обмениваем со своим опытом, работы с упражнениями, освоениями ключевых тем. Для того, чтобы я был уверен в том, что все осваивают материал, нужны вот такие живые общения обязательно. Нужна такая групповая работа. Ну, а также в курсе дается 12 моих интервью с творцами. У меня много творческих друзей, я с ним беседую на разные темы. И вот через эти беседы мы тоже постигаем различные аспекты творчества. Так что я надеюсь, что этот курс в совокупности является хорошим шагом в этот мир, отправным шагом, который, конечно же, не заменяет самостоятельной работы, но дает большую картину того, что такое творчество, что такое творец, что такое искусство, как эволюционная практика, какие главные препятствия, и помогает с ними работать и продвигаться на этом важнейшем пути. Владимир, когда стартует курс? И у нас еще есть два вопроса здесь в чатике. 6 марта по 17 апреля все мои большие курсы это два месяца. Так что милости просим. Информация на на сайте Homo Realitas. И на сайте Homo Realitas. Там же, кстати, эволюционный кинотеатр, где можно посмотреть фильмы Владимира Майкова «Тайны бесконечности», «Инструменты эволюции», «Тайны» Карлса Кастанеды. И мы ждем в скором времени появления четвертого нового фильма, который посвящен как раз творчеству. Да, скоро совместно с Косом, замечательным творцом, мы этот фильм выпустим. как раз об освобождении через творчество. Я на фестивале эволюции рассказывал, в общем-то, о сюжете этого фильма. Как раз он связан с жизнью и творчеством Виллиса Орвидаса, литовского скульптора и визионера. Его садом душ. Да, вопросы? Комментарий к вашему повествованию похоже на то, что вы читаете поэму. Извиняюсь иногда. И вопрос, как лучше входить в новый для себя вид творчества, как подойти к изменению своего способа думать, менталитет. Ну, очень хорошо наставник у учителя, или, по крайней мере, образец для подражания. Вот я, вспоминая все свои какие-то творческие деяния, вижу, что меня всегда двигали какие-то великие мастера. Начиная там, я помню, как в школе я увлекся классической гитарой и просто заслушивался Марии Луиза Анида, Иванова Крамского, Андреса, Сеговья. Просто фантастически звучало это Чакона Баха или вот друг другой моя страсть, это вокальное пение из детства. Я просто не мог наслушаться Шаляпина, Вертинского, Собинова, Нежданова, Лемешева, там, из русских певцов, ну, и все мировые певцы тоже. Поэтому следовать великому образцу, посетить, ну, какой-то мастер-класс великого творца, ну, например, Вадима Демчога, там, его семинары по игровой творческой вселенной, любой семинар, любой мастер-класс, ну, ходили хотя бы спектакль, вообще, любые вот близкие вам произведения, если получится записаться на онлайн-курсы или просто есть много бесплатных, великолепных, между прочим, сейчас в интернете таких образцов, где творцы делятся своими подарками. Есть замечательный американский сайт, который называется masterclass.com и там я на него подписан, у меня подписка на два года, и там великие кинорежиссеры, художники, композиторы делятся своим мастерством, например, курс Джеймса Камерона или Дэвида Линча, например, по кинорежиссуре, или, например, Джона Кабадзина по медитации, вот в этом курсе мастер-классы, какие-то наверняка есть аналоги во всех странах мира. Так что я рекомендую вот ну выписать, например, вот такой сделать список, и у меня такой список есть вот моих ориентиров, моих творческих героев. У меня там несколько десятков из разных областей, у которых я учусь, которых я впитываю, вселенную которых, о которых я очень много знаю, много читаю, смотрю о них. И второе, это, конечно, творить, творить, творить каждый, каждый день, каждый миг. Учиться у детей, вот другой рецепт, играть с детьми. Если есть такая возможность, есть свои маленькие дети, или возможность есть, когда вы ходите в гости, дети, друзей, то есть не упускайте возможность включиться в мир. Дети-творцы по самой сути. У меня даже, помню, была такая ранняя статья, где я как-то раскрывал вот этот слоган Христа. Будьте как дети, ибо их есть царствие небесное. Они уже в раю. Они уже в небесном царстве. Дети. И вот у меня такая статья. Ребенок как учитель просветления. Ребенок как учитель творчества. То есть можно следовать, вспомнить себя в детстве. здесь много путей. Есть великолепное руководство, путь художника, там Джулии Камерон, например. И в моем курсе по творчеству я даю лучшие образцы книг, произведений из этой серии. То есть кому можно продолжать, какие наилучшие руководства я нашел по пути творца. Владимир, Маргоша задает вопрос, какие для вас любимые виды творчества и нужна ли инициация для того, чтобы стать творцом или можно как-то самостоятельно? Ну, в общем, если есть возможность получать различные инициации, то эту возможность всегда нужно использовать. Инициации духовные, инициации профессиональные, инициации во всех видах искусства. Да, просто беседы с реальным мастером, творцом из любой области общения, контакт. Посмотрите его видео, они могут быть вот такой инициацией, потому что благодаря ей мы вступаем в контакт со своей творческой сущностью. Красота в глазах смотрящего, да, помните. Вот, а все остальное это, конечно, практика. То есть вы можете заниматься тем, что ближе вам, то есть у меня там рядом со мной там хорошая гитара вот стоит всегда я после каких-то исследований текстов я всегда там музицирую или пою что-то. Я слушаю любимые каналы на Ютубе, что нового там у Димаша или у каких-то других вокалистов. Иногда слушаю Comedy Club, то есть вот такая игровая, живая вещь, мне тоже нравится. и я, конечно, делаю фильмы, я творю свои проекты, то есть свои курсы, работаю над книгами как творец, то есть придаю форму своим мыслям, так, чтобы они были выражены уже в виде вот таких больших текстовых проектов. Ну и естественно играю в жизни. Это ответ на ваши любимые виды творчества. Да, Я помню, вы как-то говорили про кино, что это один из таких мощнейших видов творчества. Конечно, но это само собой более широкая картина. Ну я даже иногда думал, что если бы у меня была возможность, у меня был бы продюсер, то я наверное 70% времени своей жизни уделял кино. Настолько это мне интересно. Но, к сожалению, такого продюсера нет, поэтому реализация фильмов связана с колоссальными техническими продюсерскими делами, и это уже не моя деятельность. Мне тяжело слишком заниматься этим, поэтому пока это ограничено тем, что ограничено. А так у меня есть синопсисы двух десятков фильмов, которые я мог бы снять. Здорово. Маргоша говорит спасибо за ответ и спрашивает про ваше видение иерархии творцов и творчества, если существует в описании этого процесса. Ну, иерархия, она очень такая простая, она двузначна, я здесь следую Георгия Ивановича Гуржиеву, то есть он говорил об искусстве, а также говорил об объективном искусстве, вот и вся иерархия. То есть объективное искусство творит тот, кто знает себя, тот творец, а все остальные виды искусства тот, кто не знает себя, тот, кто бессознательное как творчество, различные виды могут быть какого-то сюрреализма, я сейчас не касаюсь конкретных людей, потому что и там есть великие творцы, но вот когда человек не знает себя, это один вид искусства, когда источником творчества является реальный контакт с бесконечностью, это уже объективное искусство, потому что это выражение реальности, вот и все. А видов искусства и творчества очень много, то есть любая область нашей жизни это творческое пространство. Спасибо большое, Владимир за эфир, я рад еще раз пригласить всех на курс Путь Творца Владимира, который стартует 6 марта, это новая программа квинтэссенция того, что интересно Владимиру на настоящий момент и неспроста именно эта грань целостной эволюции человека как творчества у нас сегодня в эфире, здесь потому что это очень важное звено и по убеждению глубокому Владимира одно из ключевых таких акселераторов ускорителей нашей эволюции, поэтому еще раз всех с радостью приглашаем на курс, вся информация на homorealitas.ru и на странице Владимира, друзья, поблагодарите Владимира в комментариях, сердечками, спасибо, Владимир, за эфир. Спасибо, Антон, спасибо, дорогие друзья, за ваше внимание, ваше присутствие и ваш интерес. Это то, что согревает и дает смысл всей моей жизни. Творчество это суть эволюции, а искусство это высшая эволюционная практика. Удачи всем!